Год назад я ничего не знала об издательской мире, абсолютно, кроме слова книга. Еще недавно Марина Эйбрамс и не думала о том, что переквалифицируется в писательнице. Здесь, в США, она работала в сфере международной безопасности, а потом решила уйти и начать свой проект. Все началось со сказок детям. В итоге Марина решила написать целую книгу о Центральной Азии, регионе, о котором в мире знают очень мало. Как будто у нас там черная дыра на карте мира, и ничего там никогда не происходило и не происходит. Сама Марина родом из Казахстана. До переезда в Америку жила в Таджикистане и в России. Историю о таджикском мальчике Барзу она придумала, но, конечно, включила туда и то, что действительно случалось с ней в детстве. Например, однажды маленькая Марина решила искупаться в огромном тазу с абрикосовым вареньем. Сидела в этом тазике, я была совсем маленькая, погружена в этот сироп, и поливала себе сладким сиропом, смеялась. Центральная Азия для Марины Эйбрамс – это во многом именно запахи и вкусы. У женщин из этих стран, рассказывает Марина, всегда есть дома дежурный поднос со сладостями, лепешками, фруктами и орехами, на случай, если придут гости. У нас в Центральной Азии, когда накрывают стол и встречают гостей, это называется дастархан, накрыть дастархан, то есть приготовить угощение. Кстати, в книгу Марина включила несколько рецептов лепешек, а еще информацию о географии, истории и обычаях страны. Иллюстрации сделал известный таджикский художник Фарух Негмадзаде. Книга вышла на двух языках – русском и английском. На английский текст переводил муж Марины Джошуа, который жил и работал почти во всех странах бывшего СССР. Для меня была радость, конечно, очень творческая работа. Ну, конечно, хочется, чтобы перевел не просто слова, а общую мысль, чувство, атмосферу. Книгу Марина решила издать самостоятельно, объявила сбор средств на одном из фандрайзинговых ресурсов и получила большой отклик. Теперь 2000 экземпляров отправляется спонсором проекта по всему миру – в разные страны Европы, Канаду и даже в Австралию. Несколько десятков книг подарили Центру беженцев в Москве. Эта книга должна объединять, говорит Марина. Ну, что мне хотелось, конечно, чтобы люди, прочитав эту книгу, захотели бы собрать чемодан, купить билет и отправиться туда, чтобы отведать лепешек настоящих, увидеть эти мозаики Тамерлана, чтобы им захотелось оказаться среди этих прекрасных гор и пообщаться с этими людьми. И мне хотелось, чтобы у людей возникло такое желание. Самыми верными читателями по-прежнему остаются дети. О приключениях мальчика-борзу они готовы читать снова и снова. Покажи, махарад же где. Помнишь? Ксения Туркова, Сергей Москалев, Вашингтон.